Привет, с вами Андрей, у нас Рандом Рогалик Адвенчерс, собственно, вторая часть. Продолжаем наше прохождение Войн Человек, седьмой уровень. Собственно, мне в комментариях спрашивали, как вообще в целом победить, чтобы попроще было в начале, по крайней мере, для новичка. Рекомендуется, в первую очередь, ищите как можно раньше питомца. А вот, собственно, в моем случае, например, присутствует дракон. Рекомендуется именно драконов искать, потому что, ну, они проще в этом вопросе их найти, они будут сильнее. Ищите, собственно, книгу поимки питомца. То есть способность поймать питомца вам очень сильно поможет. Вы ловите питомца через книгу в магазине питомцев и без проблем ходите с питомцем. Питомец большинство врагов за вас просто убьет. У нас, кстати, владение кинжалом стоит. Так, давайте в целом посмотрим, что у нас вообще есть, что у нас нет. У нас есть деревянный кинжал, это шикарно. Давайте посмотрим, как он крафтится из трех. Как я подсказал человеку в комментариях, подскажу сейчас и вам, чтобы, ну, эффективнее всего, на мой взгляд, по крайней мере, прокачать кузнеца. Сейчас мы его найдем, если мы найдем, конечно. А вот, собственно, обратите внимание, а тут кузнеца нету. Собственно, и также в оружейном магазине скупайте все рецепты, которые у вас тут есть. Почему все? Потому что они вам просто потом понадобятся. А почему потом? Потому что, ну, вы не знаете, какое конкретное у вас снаряжение будет. Ну, конечно, самое лучшее стоит скупать кожаное. Оно такое себе. Эффективнее всего скупать, конечно же, костяное, потому что оно более дешевое в этом вопросе. Селебро... Как вообще узнать, какое снаряжение сильнее, слабее и так далее? Давайте поедим и поспим. Поели, поспали. Хорошо. Собственно, заходите, ищите магазин питомцев. Как только вы его нашли, потом его выиграли уже игру. Ну, если, конечно, вы случайно не откиснете. Ищите в первую очередь магазин питомцев. Потому что благодаря магазину питомцев вы ловите себе дракона. Ну, не дракона. Вы получаете... Ищите книгу... Книгу поимки питомцев. Это будет... Она будет представлена... Ну, получается, в моем случае это заклинание. Сейчас это будет книга. Вы ее покупаете. Она стоит около 500 монет. У вас тысяча. Вы покупаете эту книгу. И благодаря питомцу уже просто тащите остальные бои. Именно питомцу. Почему именно благодаря питомцу вы тащите? Потому что в большинство боев просто он выигрывает так. На раз-два, как говорится. Потому что питомец, он будет... Вы, как говорится, будете вбить так один. А благодаря питомцам вы будете бить... Давай, я сейчас покажу бой. Собственно, давайте посмотрим, что у нас в тайнике. Чтобы иметь представление вообще в целом. Ну, в тайнике тут много лишнего. Нам нужно отсюда половину будет убрать. Что я рекомендую класть в тайник вообще в целом. По крайней мере, как мне показалось. По крайней мере, на данном этапе. Что касаемо бронзового топора. Деревянный кинжал и так далее. Череп, глаз и так далее. Вот тот же лагерь опять же. Я сейчас вам попытаюсь объяснить, что конкретно вам понадобится. По крайней мере, в моем случае. У меня не так много опыта в этой игре, как хотелось бы. Но я уже дополз до 18 уровня персонажа. Текущий персонаж уровня 6, что ли. То есть, я плюс-минус за середину игры дополз. Я побывал на второй, на третьей локации. То есть, изначально на него можно перебраться с помощью корабля. Ну, на начале я рекомендую, конечно, все продавать. Потому что вы разобрать это, скорее всего, не сможете. Поэтому просто все продавайте. То, что вам не нужно, все просто в продажу. Черепа тоже можете продавать. Глаза, в принципе, тоже можете продавать. Они вам особо погоду не сделают. Что касаемо тайника. В тайник стоит класть то, что самое редкое и самое, ну скажем так, дорогое. Вот, например, песок. Это самый мусорный предмет, который вы, скорее всего, будете чуть-таки из каждого моба лутать. Пыль тоже самое. Чешуя тоже самое. Череп. Ну, чуть реже он встречается. Но все же достаточно сомнительное качество. Кость, она также тоже, вы будете чуть-таки из каждого моба лутать. Поэтому ее стоит хранить с собой на инвентаре. Камни крайне редкие. Но если у вас есть кирка, камни для вас не редкие. Кашемир достаточно редкий, как и савиное перо, по крайней мере, мне показалось. Волшебный камень нам, в принципе, особо не нужен. У нас, собственно, палка дерева, волшебное зелье. Лечебное зелье на 32, это у вас, слышно, слабое зелье, у нас пока ничего лучше нет. Убрать глаз стоит. Убираем глаз. И в магазине продаем черепа. Продали, собственно, черепа чешую. Лагерь нужно ставить будет. А что такое лагерь? Лагерь – это ваш костер, на 5 использований, благодаря которым вы сможете приготовить себе пищу. Где нужен именно костер. У нас задача в данный момент найти, во-первых, понять, на каком мы уровне находимся. То есть на первом, либо на втором. Также можно посмотреть общую характеристику вашего персонажа. У нас, получается, седьмой уровень. Но если седьмой, скорее всего, на первом уровне мы находимся. Что касаемо инструмента, стоит его тоже собирать. Но в первую очередь я вообще рекомендую качать кузнеца. И благодаря кузнецу уже двигаться дальше. Почему именно с помощью кузнеца? Потому что кузнец более, как мне, по крайней мере, показалось, более эффективен для вашего персонажа будет, чем все остальное. Почему? Потому что благодаря кузнецу вы просто сможете ковать себе снаряжение. Тем самым идти в ногу со снаряжением по уровню. Плюс кузнец, когда вы его прокачаете, он будет давать вам возможность, собственно, получать деньги, грубо говоря, практически из воздуха. То есть вы нарубили себе немножко дерева. То есть, например, с помощью топора. Вот он, с помощью топор для рубки дерева, который вы нарубили себе немножко дерева. Нашли дерево, сделали себе бижутерию, не бижутерию, продали ее. И вот, если просчитывать, то там очень сильно выгодно. Но с дерева оно не часто встречается, в отличие от кожи, которая встречается гораздо чаще. Поэтому в теории нужна также нож для свежевания туш. Собственно, не будем, как говорится, долго тянуть кота за причиндалой. Вооружейный стоит скупать обязательно. Деревянное снаряжение. Ну, опять же, не деревянный топор, а то оружие, которым вы пользуетесь. В моем случае это кинжал. Что касаемо снаряжения, которое вооружейный продается, его можно купить, по крайней мере, чтобы на начале голышом не ходить. Потому что если вы будете ходить голышом на начале, вас, скорее всего, шлепнут. Опять же, можно играть через стрелка, но это, опять же, как вам удобно. Давайте посмотрим по снаряжению у нас. У нас деревянный кинжал, редкий щит, железный шлем, амулет вообще отсутствует, деревянный нагрудник, кожаные перчатки и редкие медные штаны. Класс! Сейчас мы голышом практически ходим. Наша задача найти кузнеца. Он, в теории, должен быть на первом уровне, нам нужно просто его найти. Поэтому ходим, ищем кузнеца и заодно забираем остальных мобов. Обратите внимание, начался бой. Собственно, ну, идет бой, да? Если вы определились с питомцем, поимка питомцев вам, в принципе, уже не нужна. То есть вы можете поймать питомцев, чтобы посмотреть остальных. То есть выбрать лучшего. Но я вообще, по крайней мере, на начале рекомендую именно драконов. Если вы сможете забрать себе дракона, он вам очень сильно поможет. Поэтому навык поимка питомцев вам будет бесполезен. Собственно, который присутствует. Лучше ставить сюда умения, которые будут наносить больше единиц урона. И в конечном и сумме они просто более эффективны для вас будут. Через, собственно, звездочку вы прописываете, если вам нужно именно самим атаковать. Атаковать именно надо, желательно, конечно, умениями. Мы будем бить питомцем для того, чтобы покачать питомца. Учитывая то, что мы находимся на седьмом уровне, то в теории мы можем до седьмого уровня забивать всех. Забиваем некоторое количество мобов. Наша задача найти, собственно, кузнеца. Если он присутствует на текущей локации, неважно, какой будет поселок, вообще неважно. Ваша задача просто его найти. Чем, кстати говоря, эта раса чем плоха и чем хороша? Вот как вариант, вот этого питомца можно было бы приручить. То есть, используйте заклинание поимка питомцев. Вот, например, я сейчас вам покажу. Например, у нас есть заклинание. За девять маны мы его сотворяем. Хлоп. Не получилось в первый раз. Сотворяем еще раз. Еще раз. Еще раз. До кнопки успеха. Вратите внимание. Ну, собственно, нам подсказали, что мы успех. То есть, мы присоединились к вам. То есть, как только мы одолеем его, питомец придет к нам под наш контроль, как говорится. Питомец второго уровня, да, но его надо будет качать. Вот, обратите внимание, сколько у меня питомцев. То есть, я тестировал, смотрел, какие из них сильнее, какие слабее. Понятное дело, что надо смотреть на равном для них уровне. То есть, например, мой дракон четвертого уровня. Соответственно, надо смотреть на четвертого уровня дракона. То есть, смотрите, например, атака 37 обычная с руки. У блю драгона. А у нашего дракона, который в данный момент, атака 39. То есть, я понимаю, то есть, видно разницу, да? То есть, это тоже четвертый уровень. То есть, по идее, драконы считаются одним из самых тяжелых. Вообще 22, то есть, он вряд ли разгонится сильно. То есть, и таким образом вы смотрите и выбираете, кто вам нужен, кто, не знаю. Питомца также можно переименовать, если вам это необходимо. 10 коготь ему нужно. А, собственно, нужно собирать когти. Собираем чешую, она пойдет для продажи. У нас навыков прорицательности нет, я правильно понимаю, да? По навыкам вообще, что желательно качать? По крайней мере, что рекомендуется качать. Из навыков я бы рекомендовал качать вампира, потому что он восстанавливает здоровье при ударе. Ну, то есть, это в любом случае полезный навык. Даже если вы сами не будете им бить, он вам просто восстанавливает здоровье при ударе. Также я рекомендовал бы качать не сломленного. Это классный навык, который вам просто, вас не смогут забить, грубо говоря. То есть, у вас будет еще один шанс. Если атака монстра должна вас убить, вы выдерживаете, выживаете с одним очком здоровья, собираясь всего до погодных условий. Почему не стоит брать берсерка? Потому что вы играете от питомца, поэтому берсерк вам, по сути, бесполезен. Видеть ману монстра, ну, не знаю, я, по крайней мере, не нашел эффективность видеть ману монстра. Кузнец очень эффективный, как я говорил ранее. Он позволяет вам, грубо говоря, получить много денег. Поэтому кузнеца нужно качать обязательно. Вот. Собственно, что касаемо той же, например, аналитики, ну, вы узнаете характеристики питомца, а что они вам дадут? Да ничего толком они вам не дадут. Это уже для более высоких уровней это нужно на начале. Хищник также можно взять для того, чтобы просто есть, чтобы ваша полоска голода не падала, грубо говоря, в ноль. Эффективность, она уже нужна после. Незаметность сомнительная, потому что большинство врагов вы будете сами нападать, поэтому незаметность сомнительная. Восстановление маны. Восстановление маны идет за счет очков, собственно, голода. То есть тут 50 на 50. Учитывая то, что голод и обычные хп восстанавливаются за одинаковое количество денег, то, по сути говоря, нет смысла. Вот. И, собственно, качать прорицатели, ну, опять же, это очень дорого. 20 очков, это прям... Что вообще делает прорицатель, чтобы вы имели представление? Прорицатель, собственно... Ну, качать будем не сломленного. Прорицатель, он позволяет вам находить, ну, предметы, разные предметы, которые валяются на локациях. То есть, например, вы пришли на локацию в первый раз, ну, либо не в первый раз, но вы просто пришли на локацию, и у вас на локации появится вот тут что-то лежит. То есть вы нажимаете действие, нажимаете искать, собственно, и вы находите предмет, который вам необходим. А по расам я бы рекомендовал все-таки брать орка. Почему орка? Потому что у него есть такая функция, как первый удар. А первый удар это очень сильно решает, потому что вы, по сути, бой на слабых питомцах... Вот, например, сейчас я покажу. Вот, грубо говоря, на кого-нибудь на пойдем. Ну, вот, например, дракон. Он достаточно тяжелый сам по себе, ну, то есть... Не конкретный дракон тяжелый, а вообще все драконы тяжелые. Ну, вот, например, вы видите его статы, да, и как вариант, его можно попытаться приручить. Давайте попробуем. Может, это получится у нас сделать, чтобы вам его показать. Успех. Собственно, обратите внимание, мы теряем... То есть, когда вы играете за орка, дракон, скорее всего, уже упал бы. То есть, боя бы не было. То есть, как сказать, бой бы был бы, но вы бы не увидели этого дракона, потому что при очень сильном уроне вы бы его забили за... Ну, просто он бы с автоматом упал. То есть, потому что у орка идет упреждающий удар, то есть, существо не успело ударить... Существо не успело ударить, а вы уже его убили. Поэтому очень важно использовать именно орка. Ну, собственно, глазной суп – это еда, которая готовится из крови и глаза. Честно говоря, можно как вариант ее использовать, но глаза достаточно редкие. Кровь, ну, не особо редкая, но глаза все-таки режем. Собственно, ящер – вот кузнец. Обратите внимание, от кузнеца нужно будет качать обязательно. Почему? Потому что кузнец вам прокачает все остальное. Все ваше снаряжение. Вы, в любом случае, рано или поздно, будете, скажем так, двигаться дальше. И кузнец вам просто все прокачает. Просто кузнец качает на уровень. То есть, когда вы крафтите снаряжение, вот, например, у нас уровень... Постоянно забываю, какой у нас уровень. У нас уровень седьмой. Седьмого уровня, собственно, вы будете. И у вас снаряжение все, которое у вас представлено в инвентаре, будет седьмого уровня. Плюс, если у вас будет прокачан кузнец, то оно будет максимально, возможно, эффективное. То есть, как объяснить? То есть, у снаряжения есть классы редкости. То есть, обычный, необычный, редкий и эпический. И, по крайней мере, я сталкивался именно с этим. Вот. И... А когда вы прокачаете кузнеца, у вас будет максимально, возможно, эпическое снаряжение. То есть, вы просто максимум будете выжимать, и урона будет очень мало получать, потому что... Ну, опять же, чтобы прокачать кузнеца, вам нужно прокачать кузнеца вот этого. А кузнеца качать нужно не вот который в поселении сейчас, но его тоже нужно качать. А нужно качать своего кузнеца для того, чтобы... Вот этого вот, который у нас еще до сих пор не прокачан. Что, кстати говоря, очень плохо. А вот, который за 10 очков, собственно, кузнец представлен. Но также нужно качать кузнеца, который здесь представлен, потому что... вот это повышение уровня у него... Потому что вы сможете... Благодаря вот этому кузнецу, вы сможете просто не заморачиваться в плане разбора. То есть, тут падают разные предметы. Давайте поедим, попьем. Вот, собственно, кузнец, плотник на второй уровень можно уже в теории было бы плыть. Ну, я боюсь, что у нас там накроют. Давайте проведем здесь. Пугается видео. Ну, можно, в принципе, одним глазком посмотреть, но проблема в том, что там нужно за переход, когда вы приплывете на следующую локацию, вам нужно будет за переход заплатить. Около... Ну, там сумма увеличивается каждый раз. То есть, там, ну, минимально, там около 300 монет нужно будет отдать. Потом больше, 400 и так далее. То есть, нам нужно какое-то количество монет собрать для того, чтобы просто оно было. Рецепт флакел. На самом деле, рецепт флакела – это шикарный рецепт. Я его очень долго искал еще на втором этапе, на втором прохождении. Почему? Потому что флакел дает вам возможность видеть в темноте. То есть, вы... Тут есть ответвление от основного данжа, тут он крафтится откровенно из говна и палок, блин. То есть, растение, по сути, это мусор, а палки – это тоже мусор, который вы постоянно лутаете. То есть, наша задача – достигнуть на текущей локации примерно седьмого уровня. Костный мозг – это еда из костей, по сути говоря. Поэтому мы ее тоже учим. Ну, все рецепты стоит учить. Почему? Даже если они вам не нужны, они просто, когда в последующем, они вам будут приносить деньги. То есть, когда вы их в последующий раз найдете, эти рецепты, они вам будут приносить деньги. железо стоит забирать с собой, у нее желатин. Как же непривычно играть этим персонажем, вы не представляете. Просто я сейчас объясню. Мой орк, ну, который я, собственно, вы видели в начале видео, он, получается, забивает практически за один удар всех мобов. Ну, он их просто накрывает. То есть, они нихрена не успевают делать, особенно если у вас перекачана сила. Ну, как сказать, не сила. По поводу приручения мобов, я, честно говоря, так и не понял. Пока что. Вот, когда у вас перекачана сила, то есть, атака достаточно высокая, как узнать вообще свою атаку? У нас питомец 6 уровня достиг. Как узнать свою атаку? Собственно, вы заходите в характеристики своего персонажа, ну, либо просто сюда вот нажимаете, наверх, и видите, что у нас атака 52. То есть, мы в теории можем пробить, если у моба будет 52 хп. Если у него будет больше, мы пробить не сможем. Ну, какое же снаряжение, на самом деле, ну, конечно, да? А золото фармить эффективнее на второй и выше локациях. Почему именно там? Потому что оно, за каждого моба больше монет дают. То есть, вы, по сути говоря, за одного моба получаете большое количество монет сходу. Продаем клыки, ну, а, блин, они квестовые были, я тупо не знаю. Нужно выкупить клыки. Квестовые клыки, квестовые предметы помечаются воскресительным знаком, если они... Вообще, в идеале сначала выполнить реквесты. У нас, собственно, пять клыков нужно, медный слиток и десять когтей. Песок, не песок, палочки стоит собирать. В любом случае, они, это деньги. Элементарно, вы просто придете к торговцу и просто их там за один раз все скинете. Исследуем полностью локацию для того, чтобы нам отдали душу острого. Я, правда, не знаю, для чего она нужна, но факт в том, что наверняка для чего-то пригодится. Изготовление зеленого салата. Вот, кстати говоря, зеленый салат один из самых полезных рецептов у нас, кстати, изучим. Зеленый салат один из самых полезных рецептов, которые вообще присутствуют в игре. Я сейчас объясню, почему. В большинстве случаев вы будете находить растение и с помощью растения вы можете делать этот зеленый салат. Зеленый салат восстанавливает 20 дней с голда. Это немного. Но учитывая то, что травы до хрена, то есть ее откровенно много, то вы можете этим салатом просто обмазываться, грубо говоря. В этом вопросе, конечно, очень удобно. сделано. Ну, если бы, конечно, играли орком, у нас бы за пару ударов он бы просто снял бы. Спасибо за это. Волшебный камень позволяет вам интеллект в ману перетащить и обратно. То есть, точнее, не в ману, а получается атаку в интеллект и и обратно. На самом деле, очень полезная хреновина. Я сколько раз ее тестировал. Забиваем обувь по дороге, чтобы они просто не отсвечивали. По поводу куска бумаги, я, честно говоря, пока не нашел ему применения. но наверняка он нужен для написания каких-нибудь книг, как я думаю. Недаром он продается в этом магазине. Больше всего денег задают, конечно, за высокоуровневых мобов, которые находятся на локации, потому что чем выше уровня, на начале у вас существа ограничены получается до третьего уровня. То есть вы можете качаться, грубо говоря, там уровня до восьмого, до девятого. Лучше всего рекомендуется до девятого. Потом, когда вы уже прокачаете до девятого уровня, стоит идти на следующую локацию. Желательно, конечно, одеться хоть во что-нибудь потяжелее, но идите в чем, как говорится, получается, единственное, возьмите только уровень. локации. Потому что если вы падете рано, вам просто может статов не хватить. Если есть возможность найти зелье труса, он именно так называется, зелье труса позволяет вам сбегать с боем. Кстати говоря, новичкам как вариант искать именно эту способность у мобов, для того, чтобы успешно сбегать, если не ошибаюсь, ящер может успешно сбегать с боев, то есть на начале ящер конечно в этом вопросе будет неплох. Но опять же сбегание оно в лейте не поможет. Хотя кто его знает, в глубокий лейт мы еще особо не заглядывали. лечимся восстанавливаем свое здоровье. Убираем савиное пиро и их просто коллекционируем. Лагерь в идеале можно поставить куда-нибудь. В идеале лагерь поставить кузнецом. Давайте пробежимся до кузнеца, он где-то в углу был. Очень мало золота здесь дают конечно же. Но опять же на начале непривычно просто видеть такое маленькое количество золота. На второй локации мобы дают до 100 получается. до 100 и чуть больше 100 золота. Это очень удобно, потому что вы благодаря этому можете просто очень быстро накопить. найдете хижину, хижина это один из так называемых предметов, вы можете практически никуда не ходить, просто грубо говоря автобоем забивать бобов. Просто опять же если у вас будет еда то есть где-нибудь рядом хижина будет например с поселением например та же таверна рядышком будет то вы сможете просто максимально эффективно это делать. Что касаемо перка человека который у нас присутствует честно говоря он сомнительный почему потому что я бы деревян от деревянный омлет это самая полезная вещь по крайней мере на начале очень сильно она зарешает для прокачки кузнеца именно дерево нужно почему дерево рекомендуется делать именно дерево потому что оно стоит один дерево кузнец когда расщепляет предметы он расщепляет на один слиток одну одно дерево одну кость и так далее то есть один какой-то конкретно слиток один при шансе в сто процентов имеется кузнеца именно поэтому стоит качать кузнеца для того что когда вы прокачаете кузнеца вы сможете благодаря кузнецу максимально эффективно использовать свое снаряжение то есть у вас будет всегда снаряжение максимальной уровни и максимальный максимальный гир на нем то есть максимальное качество чтобы узнать качество снаряжения какое вообще нужно собственно заходите к кузнецу у него есть собственно графа узнать о классах материалов. Вот, собственно, представлено здесь собственно, идет дерево, кожа, медь олова, железо, бронза, золото, алмаз. На самом деле, мы еще и кости собираем, но тут кости не представлены, поэтому непонятно в какой градации тут будут кости. Что касаемо торговцев, которые вам будут говорить, им нужны медные слитки. Вот, собственно, я сейчас вам покажу, например, у меня наверняка 1КВС есть такой? Да, как видите, он просит 4 медных слитка. То есть, казалось бы, да, но это невозможно найти, откуда я возьму 4 медных слитка. Но их реально найти, потому что, вот, например, заходим в... Собственно, кузнец может разбирать предметы с неким шансом. Но я сейчас покажу для примера, например, я сниму с себя снаряжение, например, кинжал. Я себе сниму, чтобы показать. Он разбирает предметы, то есть, видите, он за 20 монет разберет снаряжение с вероятностью 60%. То есть, он вернет вам вероятность успеха 60%, он вернет материал, из которого оно сделано. То есть, на высоких уровнях, например, ну, 10+, и так далее. Ну, точнее, это, конечно, не самый высокий уровень, но все же, скажем так, начально высокий уровень, выше уровня локации. Текущая локация, например, до уровня 8-го, 9-го можно смело качаться. И потом переходить на следующую, потому что там вас именно ждут именно эти уровни мобов. То есть, с 7-го по 9-е там уровни мобов ждут. Поэтому стоит быть плюс-минус с их уровнем. Желательно, конечно, и снаряжение иметь хотя бы плюс-минус на этот уровень. Качество снаряжения желательно, как я говорил ранее, качество бывает обычное, необычное, собственно, редкое и эпическое. Возможно, какой-нибудь легендарный есть, но я с ним еще не встречался. Факт в том, что и благодаря кузнецу можно раскачать это. Опять же, смотрите сами, игра ваша, но что касаемо, если вы, например, играете через лучника. Лучник, он, грубо говоря, перед боем у вас будет возможность, вот если у вас появится возможность крафтить лук из дерева, я вам покажу. То есть, он перед боем как бы наносит дополнительный урон. Деревянный щит 2-го уровня. Вот, собственно, он наносит дополнительный урон. Что делает этот дополнительный урон? Дополнительный урон, собственно, ну просто вы как бы пол лица сняли, ну не пол лица, а часть лица сняли вашему врагу. Ваш питомец, и вы вместе потом уже его догрызете. С горем пополам, я надеюсь. Собственно, питомец достиг 7-го уровня, питомец должен быть 9-го уровня, для того, чтобы ему было комфортно. Рецепт кожаной штаны, их стоит прочитать. Мы научились изготавливать кожу штаны. На самом деле, кожа одна из самых, скажем так, легко добываемых в этом вопросе, но вам нужен рецепт кожи, потому что без рецепта кожи то есть бессмысленно даже питаться. Также для добычи кожи вам нужно будет найти нож для освежевания. Шупальцы я тоже собираю. Нож для добычи кожи и, собственно, и сам рецепт для кожи. Мобы, конечно, слабенькие, но в любом случае они нам нужны до уровня 7-8. Собственно, в 8-й уровень персонажа нам бы в идеале 9-ку апнуть, чтобы нам было просто комфортнее. В тайничок сложим щупальца. Да и все, собственно. В тайнике мы храним, собственно, савильное пирог, ашемир, волшебный камень от метки торговцев. Все типы, не обязательно 9, может быть любой тип. Щупальца, глаза. Ну, глаза сомнительные, щупальцы крайне редкие. Волшебный камень – это если вы нашли какое-то хорошее снаряжение и можете его просто перекрафтить. То есть, например, у него там магия перекачана, а вы ему атаку впихнули и снаряжение сильно начало бить. Что касаемо камень, камень тоже легко добываемый, но для этого нужна кирка. Либо каких-нибудь гигантов бить, там, каменных гигантов. Но, опять же, они на второй локации, по крайней мере, у меня появлялись. Что касаемо лечебных зелий, опять же, есть магия, это так называемое исцеление. Она заменяет эти лечебные зелья, поэтому, честно говоря, сомнительно. Лагерь, кстати, надо какой-нибудь поставить, чтобы он нам место освободил. Давай в центр поставим лагерь. Для того, чтобы он просто место освободил, чтобы он нам не мешал. Лагерь делается из мусора, грубо говоря. Лагерь, вообще, для чего нужен лагерь? Лагерь нужен для того, чтобы ваш персонаж приготовил себе еду. То есть, например, пожарил ли что-то похожее. Для этого нужен именно лагерь. То есть, вы приносите мясо, но если я ненавиду тесах, я вам покажу. Вы приносите мясо и, собственно, готовите его в лагере. У лагеря есть срок годности, так называемый. То есть, он на 5 использований, после 5 использований он сломается. Но он делается очень легко, поэтому за него особо переживать не стоит. Где у нас рецепт лагеря? Вот, собственно, видите, то есть, палки и растения, ну, это копейки. То есть, это, грубо говоря, ничего. Поэтому можете смело лагеря расставлять везде, особенно если... А чтобы разделать труп, вам нужен тесак, так называемый. Я сейчас покажу, если добежим до этого. Вот, собственно. Чтобы разделать трупы, вам нужен тесак. Вот он, вот 6,6. Он тут, чтобы разделать трупы. Он, собственно, здесь подписанный, собственно. Мы получим мясо монстра, которое можно пожарить в лагере. Здесь, кстати, нет лагеря. Но у меня лагерь... Я только что его ставил, вы можете запомнить. Вот. Здесь, кстати, охотничий нож. Он шикарно стоит. Обратите внимание, 9 из 9. Его, как и кирка, обратите внимание, 9 из 9 ее тоже стоит купить. Максимальные цифры, которые, по крайней мере, я видел, ну, это не ломаемые, понятное дело, но максимальные цифры это 10. Но тут 9 из 9, то есть это шикарно, в общем и в целом. Поэтому мы берем, получается, охотничий нож. Опять же, охотничий нож нам не особо поможет, но сам инструмент нам в любом случае нужен будет для дальнейшего движения. Давайте посмотрим количество места в нашем инвентаре. Сколько у нас там места? У нас 17 ячеек. У нас очень мало места в инвентаре. Ну, персонаж достаточно дохленький. Из-за этого мало места в инвентаре. Ну, давайте нам кровь еще продадим, желатин, кстати, редкий, зараза. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Что касаемо магии, книг магии, которые здесь присутствуют, собственно, толчок ветра, удар камня и так далее. Ну, магии, в принципе, можно играть, но важно тратиться ваша мана. По крайней мере, восстановить ману можно через медитацию, ну, она такой, она за голод. То есть, там, если, в общем, на начале, это такое сомнительное решение, но магия будет очень сильно бить, когда вы ее прокачаете, то есть, вы практически ваншотать будете врагов рано или поздно. Но, опять же, как говорилось ранее, самый эффективный способ, это первый удар у орка, потому что, ну, это просто бастеф. За всех сны, я играл, ну, плюс-минус, там, пробегал. У них нет вот этого первого удара, и первый удар не качается в этих перках вот здесь. Вот, в древе навыков, так называемые. Первый удар, все-таки, это крайне полезная штука. Я рекомендую именно орка. Хотя, мы, в принципе, седьмого уровня, можно было бы и откатиться. Как вариант. Также я рекомендую искать именно хила орка. Почему хила орка? Потому что заклинание лечения позволит лечить себя и вашего питомца. То есть, благодаря этому, вы можете без особых проблем полечить как себя, так и питомца. Что очень полезно. Вот, например, смотрите, обратите внимание, здесь есть зелье маны для питомца, зелье исцеления питомца. Ну, скажем честно, с помощью заклинания мы вылечим его бесплатно. Нахрена нам это зелье? Зелье маны. Да, зелье маны, оно, ну, опять же, на начале, по крайней мере, как по моим наблюдениям, зелье маны питомцу не нужно. Единственное, ему нужно воскрешение, чтобы, если вы пропустите момент, то ему нужно зелье воскрешения питомца. А зелье маны ему даром не нужно, по сути говоря. Что касаемо рецептов, у нас, у нас здесь деревянный амулет шикарный, давайте его скрафтим. Обычный амулет, обычный. Нам, кстати, сейчас нет смысла крафтить, давайте его просто оденем, какой у нас есть рандомный амулет. Ну, собственно, вот эти вот статы получше будут, давайте их накинем. Почему сейчас в данный момент нет смысла крафтить? У нас не прокачан перк, во-первых, не сломленный перк, не сломленный перк обязательно, потому что, как я говорил ранее, перк не сломленный позволяет вам выжить. Собственно, вот он, он где он? Вот, перк не сломленный просто позволяет вам выжить, и вас не добьют. То есть вы выживете с одним хп, и вас не добьют, вы, например, скастуете на себя. Зелье труса, и сбежите с поля боя. То есть вы, по крайней мере, восстановите там свое здоровье, нездоровье и так далее, и будете двигаться дальше, если у вас прям откровенно все плохо. Поэтому не сломленный шикарный перк, также кузнец нужен, но, опять же, он стоит 10 единиц. Золото. Не золото, а очков навыков. Собственно, ну, начальные особо рассказывать нечего. Единственное, тут нужен просто плюс один уровень для того, чтобы двигаться дальше. Во-первых, для питомца, у нас он седьмого уровня. Там, я как говорил ранее, мобы высокоуровневые, то есть без лечения вам будет очень тяжело. Потому что, когда вы перейдете на следующий этаж, я вам покажу, если мы будем проходить вместе с вами. Hill Gigant. Ничего не дал, кроме золота. Вот. Блин, забыл, что хотел сказать. Ладно. Блин, хочется просто по максимуму донести, поделиться, как говорится, своим опытом, для того, чтобы вам было просто попроще. играть, скажем так. Опять же, клыки, мы они квестовые, мы их собираем. Сколько нам нужно клыков? У нас 5 из 5, нам просто ее нужно довести. Тащить нам их надо на 5-9. Собственно, давайте потащим. 5-9 это где-то вверху, скорее всего. А на начале очень мало золота дают, но чем выше уровень питомств ваших врагов, тем больше золота вам будет давать за них. Собственно, забираем. Он нам отдает отметку торговца. Отметку торговца пихаем в тайник, потому что я пока им применения не нашел, что было. хотя достаточно долго и нудно искал. Также пока что я не нашел, как кормить питомцев. Точнее, если вам дают квесты на кормежку, таких надо будет взять на досуге. Для чего взять? Для того, чтобы просто они были, чтобы мы имели представление о том, вот, собственно, камни упадают с гигантов. Обратите внимание, стол он гигант, то есть каменный гигант, и он, собственно, с него камень упал. Деревянный амулет, но он нам бесполезен. Вот, опять же, медный слиток у нас его пока нет. Земляной элементаль, ну, с него пыль всегда... С элементалью вообще всегда пыль падает. Вот, он увидеть хоть что-то улитку. Ну, опять же, вот я, честно говоря, не до конца понял, но мы забираем квест, потому что квесты, они валяются, они особо погоду нам не делают. Просто, если играть очень аккуратно, можно, конечно, не сломленного не качать. Но, опять же, если у вас есть, конечно, зелье труса. Если зелья труса нет, то я вам просто сочувствую, потому что... А где найти, собственно, улитку? В большинстве случаев мобы, которые... Вот, обратите внимание, нам дали душу леса. Мобы где-то недалеко будут. Если, конечно, это не локация высокоуровневая, то мобы где-нибудь вообще, хрен пойми где будут. Убейте моба и рыбак, опять же. Рыбак это шикарно. То есть, нам для рыбака нужна удочка. То есть, мы сможем... То есть, нам нужна удочка именно. По душе острого, я, честно говоря, пока не нашел рецептов. По крайней мере, на моем этапе игры я не нашел рецептов. Вот, собственно, зелье труса одно из самых полезных. Что оно делает, чтобы вы понимали? Давайте я его сейчас покажу. И почему оно такое важное. Выбейте его, чтобы временно, успешно, именно успешно, подчеркиваю это слово, сбегать с поля боя. То есть, именно успешно. То есть, если у вас все откровенно плохо, то есть, у вас пробивают, вашего питомца убили, вы просто успешно сбегаете с поля боя. А с перком не сломленной, вы сделаете в два раза эффективнее. То есть, вы... Если вас пробьют, то у вас будет еще, как говорится, один шанс не погибнуть. У нас, собственно, инвентарь закончился, судя по весу. Убираем душу острова, убираем савиное перло, убираем камень. Ну, потому что камень, как вы видели, достаточно редкий. А деревянный амулет стоит продавать, например, вооружейный, либо во что-то похожее, потому что он нам на начале не актуален. Даже вот эта вот цена в 40 монет, она будет очень-очень сильной, если у вас есть перк-кузнец. В теории можно было бы качать дворфа, но, опять же, дворф, который... раса, она будет не сильно актуальна. Почему? Потому что, ну, кузнеца, который там у него плюс 10, он... Его можно и так поймать, кузнеца. Ну, его раскачаете, ну, и недолго кузнеца качать плюс 10. Да, он чуть лучше снаряжение будет создавать, но, опять же, у вас нет, скажем так, притока денег, на начале вам не нужно... не нужен кузнец, и слово совсем. Кузнец нужен уровень, так, с 10 и до 20 начать его качать, потому что, когда вы его прокачаете... кузнеца имеется в виду. Кузнеца нужно качать как перк, собственно, я повторюсь еще раз. Собственно, вот он, кузнец. Его нужно будет прокачать нам, для того, чтобы просто снаряжение, которое мы создаем, оно с каждым разом улучшалось. То есть, поэтому я сейчас и не хочу крафтить себе никакое снаряжение. Почему? Потому что пока не будет, собственно, у нас возможности ковать себе снаряжение, то есть, для нас оно, по сути, бесполезно. Что касаемо медного кинжала, ну, может, как вы помните, медный кинжал может быть очень сильным, но он в лейте. Почему? Потому что на начале у нас просто нет меди, как и медных слитков. А чтобы их найти, нам нужно идти к кузнецу, опять же, и успешно у него расщеплять. Также можно не у кузнеца расщеплять, а можно просто найти медные слитки. Как сказать, найти их. И просто найти шахту, медную, и просто подобывать с помощью кирки. Вам дадут медную руду, и вы, если у вас знаете рецепт, получается, знаете рецепт медного слитка, вы можете с помощью этого рецепта создать себе медный слиток. Также слитки, вообще все типы, можно создать у кузнеца, но у кузнеца это может быть просто дороже. Почему, например, если вы сами знаете рецепт, вы его, грубо говоря, бесплатно создаете, а у кузнеца вы сойдете за деньги. Сейчас я вам покажу. Добежим до кузнеца, я вам покажу. Сейчас добежим быстро до кузнеца, ну так, по дороге зацепим мобов, или... Вот, собственно, кузнец. У него, собственно, вот здесь кнопка создать слитки. То есть, видите, нужно руда, 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 и так далее. И не смотрите на стоимость, чем выше уровень кузнеца, тем ниже стоимость будет. То есть, на начале, в теории, можно даже и у кузнеца создавать вот это вот все. Я думаю, понятно, что из меди эффективнее всего создавать бронзу. Исключение есть, только она квестовая. Вот, как-то так. Поэтому наша задача просто прокачать кузнеца. Дожить, как говорится, до кузнеца и прокачать его. Медный лук. Вот, что касаемо лука. В принципе, я по нему говорил уже ранее. Для него нужны стрелы. Если у вас на начале, конечно же, у вас не будет возможности создать, например, ту же... Есть также проща. Но прощи не нужны стрелы, нужны камни. То есть, если у вас нет проблем с камнями, то без проблем, как говорится, вы можете, как говорится, вперед из песни. Мы убили квестового моба, завершили, нам дали немножко золота. Забираем все возможные квесты, которые находятся на текущем уровне, для того, чтобы они просто в будущем нам пригодились. С дриады, кстати говоря, падает дерево. В большинстве случаев, если дриады высокоуровневые, то если низкоуровневые, то кто-нибудь золото будет падать в основном. Самый эффективный, конечно, это крокодилы, потому что... Ну и драконы, потому что с драконов падает чешуя и золото. Из драконов всегда больше всего падает, по крайней мере, по моим наблюдениям. По савиновому перу, почему я его поднимаю, потому что оно в большинстве случаев я находил рецепт на одном из прохождений рандомных. Находил рецепт изготовления из вот этой... вот из этих, как говорится, перьев получается амулета. Он что-то там повышает одну из характеристик, или здоровье, или что-то похожее. то есть, в общем, полезный амулет. У нас тут, собственно, как видите, уже 2000. Ну, давайте, собственно, выложим этот, как говорится, перо. Третьи драконы, с них больше всего золото падает. Харта это самая полезная вещь. Она самая дорогая и самая бесполезная. Каменный гигант, ну, с него, как вы помните, падают камни. Для нас, конечно же, эффективнее всего мобы в данный момент третьего уровня, потому что из них больше всего падает золото. Если не золото, то какой-нибудь предмет будет падать. Как видите, с ряда упало растение. Когда ограни... Вот этот инвентарь ограничен очень сильно, очень тяжело играть. Давайте уберем желатин. И продадим все остальное ненужное. Мы просто... Я хочу, по крайней мере, по возможности в текущем выпуске получить апнуть уровень. Для этого, конечно, можно аккуратно, но можно и сдохнуть. Пойти на следующий этаж, там пару боев, и вы апните уровень очень быстро. Потому что там мобы высокоуровневые, они выше вас уровнем. Если вы выживете, я лично сомневаюсь, я, по крайней мере, за себя. Вот. Если вы выживете, то... То у вас есть шанс получить... Ну, кстати, рецепт медного слитка. Один из самых полезных рецептов, ну, имеется в виду рецепт изготовления слитков. Почему? Потому что благодаря рецептам изготовления слитков вы можете бесплатно создавать слитки. Причем за одну медную руду. То есть вы понимаете, насколько эффективно и офигенно. То есть у кузнеца за деньги, так еще и за две. А тут за одну еще и бесплатно. То есть почувствуйте разницу. Собственно, давайте в таверну сходим, восстановим себе здоровье, и аккуратно посмотрим следующий этаж. Можно использовать навигационную карту, если она у вас присутствует. Навигационная карта продается у... собственно, у картографа. Ну, а навигационная карта в большинстве случаев, как по моим наблюдениям, она открывает какой-то остров, который вам, собственно, ну, может... Ну, если вы какой-то знаете, какой-то конкретный остров вам нужен, вы открываете навигационную карту, используете ее, и вам этот остров пихают. Острова бывают разных типов. В основном они разделяются по биомам. Вот, например, у нас лес, там бывает также саванна, горы, болото. В общем, много. У картографа, если подойдете, вы можете увидеть, какое большое количество там биомов. И они отличаются, собственно, по... мобикам. Мы включили плавание. Мы приплыли на следующий остров. Мы обнаружили его сразу же сходу. А я сразу же рекомендую посещать причал. Он с нас берет монеты. Мы сразу сходу за счет исследователя открыли остров. На самом деле, это первым бесполезен. Почему? Потому что вы в любом случае... Вот, собственно, восьмая дриада. Одиннадцатый стон-гигант. А, ну, нам равно, о чем могу сказать. Следующий удар мы вздохнем. Одиннадцатый стон-гигант, я не ожидал его увидеть. Стон-гиганты нас просто убивают. Поэтому выпиваем зелье труса, но нас убил. Мы проиграли, в общем. Я не успел. Вот для чего нужен перк несломленный. Если бы у нас был перк несломленный, мы бы не проиграли ему просто. Мы бы выжили, и зелье бы просто поражалось. А так мы, по сути говоря, погибли. Ну, в следующий раз, я думаю, если мы начнем играть, то мы начнем, скорее всего, орк-хиллер, потому что при хилле дают вам возможность лечения, то есть вы можете лечиться. А орк дает упреждающий удар, тем самым большинство боев на начальных островах вы просто не будете замечать. Ну, не на начальных, а вообще на островах, которых вы бы уже переросли по уровню. Поэтому как-то так. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.